Документы собираются по поводу запроса котировок, собираемся приобретать гранулятор. Новое производство в колонии-поселении номер 5. Задержаны подозреваемые в серии «Краш из автомобилей». Торниры очень высокого уровня, приехали достаточно серьезные команды. Торжественное открытие соревнований по баскетболу среди мужских команд. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области проходит проверка готовности учебных заведений к 1 сентября. Более 200 школ региона уже получили положительные заключения комиссии. Всего на Смоленщине 358 школ. Школы и детские сады Десногорска комплексная комиссия проверит 14 августа. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проходить на Смоленщине и в 2018 году. Такое решение принял губернатор Алексей Островский. В этом году в благоустройстве дворов и парков принимают участие 7 муниципалитетов региона, в которых проживает около 600 тысяч человек. 8 августа в здании администрации Десногорска состоялась 43-я сессия городского совета, в ходе которой депутаты рассмотрели 15 вопросов, важных для жизни города. О том, какие решения принял депутатский корпус Десногорска, расскажем в нашем сюжете. Первым депутаты заслушали доклад администрации города о внесении изменений в бюджет муниципалитета на 2017 год. Среди особенно значимых для жителей Десногорска были несколько вопросов, которые касались операций и сделок с земельными участками. Депутаты установили порядок определения арендной платы за землю, цены участка при сделках купли-продажи, а также изменения платы за увеличение размера земельного участка. Решением 340 депутаты одобрили принятие от акционерного общества «Атомтехэнерго» в муниципальную собственность дома 180, блок «Б» с земельным участком и всеми коммуникациями. 349 решением депутаты рассмотрели кандидатуры состава консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации муниципального образования города Десногорск и делегировали депутата Арцвика Аветисяна. 11 вопросом депутаты решили в связи с 35-летием врачебной амбулатории при Смоленской атомной электростанции за многолетний добросовестный труд наградить благодарственными письмами Десногорского городского совета Азарову Светлану Анатольевну, Кукарину Елену Анатольевну и Попову Ирину Александровну. Также депутаты решили в связи с юбилейной датой колонии-поселения и за многолетнюю самоотверженную службу в системе исполнения наказаний наградить благодарственными письмами городского совета Королеву Ольгу Викторовну, Нестерову Наталью Михайловну и Шикова Сергея Михайловича. Депутаты рассмотрели материалы комиссии администрации по награждениям и утвердили 12 кандидатур для занесения на городскую доску почета. Торжественное открытие новой доски будет проходить во время празднования Дня города. С 1 августа смоляне могут записаться на прием к специалистам многофункционального центра на сайте mfc67.rf. Для этого необходимо всего лишь перейти по ссылке «Предварительная запись». Ранее предварительная запись существовала только в МФЦ Смоленска и Ярцева. На Смоленщине полным ходом идет заготовка кормовых культур. Погода значительных корректив в общие темпы кормозаготовки не внесла. План уже выполнен на 70%. Среди районов лидеров называют Монастырщинский, Хиславический и Вяземский. Руководство Десногорской исправительной колонии-поселения закупило новое производственное оборудование и наладило поставку сырья. О том, какой продукт теперь будут изготавливать осужденные и для чего, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Почти в каждом исправительном учреждении Смоленской области своя производственно-хозяйственная зона, где осужденные для своих нужд выращивают овощи, разводят кур, гуси и уток, а также занимаются свиноводством и откормом крупного рогатого скота. Эта деятельность обеспечивает их чистыми экологическими продуктами и позволяет заработать. В Десногорской колонии-поселении руководство приобрело новое оборудование для производства комбикормов. В прошлом году проработали вопрос по поводу открытия комбикормового мини-завода. Обговорили это с руководством, сыграли запрос котировок, закупили оборудование, зерно. Документы собираются по поводу тоже запроса котировок, собираемся приобретать гранулятор, чтобы комбикорм был в гранулах, чтобы повышает и хранение будет, и калорийность, и оно увеличивается в объемах. Установка по производству рассыпного комбикорма может изготовить до полутора тонны продукции в час. В качестве сырья используют пшеницу, ячмень, овес и кукурузу. Их смешивают в определенных пропорциях в зависимости от назначения комбикорма. Полученный продукт идет на откорм скота, который содержится на подсобном сельскохозяйственном участке колонии-поселения. В будущем планируются поставки комбикормов и в другие учреждения уголовно-исполнительной системы региона. Благодаря этому новому производству в колонии появились новые рабочие места для осужденных. А это значит, что они смогут заработать деньги для возмещения причиненного материального ущерба. По сообщению пресс-службы регионального ГИБДД, за несколько дней использования новых систем «Бумеранг» и «Дозор-К» зафиксировано более 2000 транспортных средств, превысивших установленную скорость движения. Новые камеры установлены на магистрали М1 в 67-м регионе, а также на центральных улицах областного центра. В Смоленске сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей. Установлена их причастность к семи фактам противоправной деятельности на территории региона. Все подробности прямо сейчас. В Смоленске на улице Лавочкина сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. При этом поведение водителя и пассажира вызвало у полицейских подозрения. Инспекторы осмотрели транспортное средство и в багажнике обнаружили аккумуляторы, регистраторы, магнитолы и усилители. Молодые люди не смогли объяснить, откуда эти вещи, и их доставили в отделение. Совершали кража? Да. 28 числа и за машиной в связи с трудным материальным положением. Затем в полицию стали поступать заявления о кражах. Общий ущерб составил около 45 тысяч рублей. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступлений. Выяснилось, что подозреваемые, граждане одной из стран ближнего зарубежья, ранее судимые за кражи и угоны, приезжали в Смоленск с целью хищения чужого имущества. Полицейские установили причастность задержанных как минимум к семи фактам преступной деятельности. В отношении подозреваемых, следственным управлением МВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет. Земля с родины прославленных смолян Григория Потёмкина и Павла Нахимова отправится в город-герой Севастополь. Земля помещена в специальные капсулы, сделанные из настоящих пушечных ядер, найденных на месте битвы при Лубино. А доставят реликвию и передадут её жителям Крыма участники международного автомотомарша «Дороги Победы на Севастополь-2017». Пробег посвящен памяти героев Великой Отечественной войны и укреплению дружбы между народами России и Европы. А в итальянском Вальесотто открыли памятник герою России выпускнику Смоленской военной академии войсковой ПВО Александру Прохоренко, погибшему под Пальмирой. О создании монумента сообщают известия, отмечают, что скульптор – французский мастер, а памятник выполнен из белого мрамора. В Смоленске новую улицу в Заднепровском районе назовут в честь Александра Прохоренко. 11 августа в Десногорске в рамках проекта «Планета баскетбола «Оранжевый атом» состоялось открытие соревнований на Кубок концерна «Росэнергоатом» по баскетболу 3х3, посвященный 25-летию концерна. В Кубке принимают участие сильнейшие команды России по баскетболу 3х3 из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Тулы, Смоленска, Десногорска, Воронежа, а также действующие игроки Единой лиги ВТБ и Суперлиги. Открытие соревнований состоялось на современном стадионе в 4-м микрорайоне. Участников Большого баскетбольного праздника приветствовали помощник полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Георгий Бурцев, федеральный инспектор по Смоленской области Алексей Брылёв, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава Десногорска Андрей Шубин. Открытие и участие такого уровня в спортивном фестивале с участием чемпионов мира, Европы, игроков сборной России, несет людям не только позитивный настрой, но и закаляет характер, учит преодолевать любые жизненные трудности. Сегодня спорт и в частности баскетбол являются важной составляющей организации досуга десногорцев и воспитания нашей молодежи. Первыми в борьбу вступили команда Смоленской атомной станции и бронзовые призеры чемпионата России 3х3 2017 команда «Торпеда». Игра была напряженной, наши спортсмены уступили профессионалам, потерпели поражение. Турниры очень высокого уровня, приехали достаточно серьезные команды, почти в каждой команде мастера спорта, призеры чемпионата мира, победители чемпионата мира. Но мы попытались собрать боеспособный коллектив, вот в первом матче удалось сдать бой только на полматча, физически они нас превзошли и закономерная победа со стороны «Торпедо». Ваши ребята хорошо играли, боролись, просто у моей команды больше опыта, мы ездим играть в Европу регулярно, на различные челленджеры, другие турниры, это сказалось. Игры проходили весь день. О результатах соревнований мы расскажем вам в следующем выпуске. Ребята-конники из Смоленской спортивной школы номер 3 заняли второе командное место на восьмой летней спартакеаде учащихся. В ней приняли участие спортсмены более чем из 30 регионов России. В команду Смоленской области вошли Кристина Павлюченкова на лошади «Цезарь», София Шляпникова на «Центурионе» и Елена Володина на «Звездопаде». Вице-победителями смоленские школьники стали в Троеборье. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание и желаю хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин